привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы поговорим об одном интересном физическом устройстве которое называют маятником горелика маятник горелика это грузик на пружинке и как всякий пружинный маятник мы можем отвести его вниз отпустить и грузик будет совершать вертикальные колебания но также мы можем посмотреть на это устройство и как на обычный маятник на ниточке отвести грузик в сторону отпустить и посмотреть что при этом будет я не просто отвел грузик но еще и тянул его вниз и он совершает характерные прыгающие колебания в крайних точках пружины растянута и груз уходит вниз а в среднем положении груз поднимается вверх и пружина сжата трассируем это движение и увидим характерную подковообразную траекторию и нам надо объяснить почему так получается а дело в том что мы специально подобрали длину пружины ее жесткость и массу груза таким образом чтобы частота вот этих пружинных колебаний маятника была ровно в два раза больше частоты раскачивания и сейчас я расскажу как это было сделано и я начну с того что если длина не растянутой пружины L0 то когда мы подвешиваем к ней груз массы m длина пружины увеличивается на величину mg поделить на k где k жесткость пружины теперь запишу частоту колебаний пружинного маятника это корень квадратный из k поделить на m и частоту колебаний раскачивающегося маятника приближение малости амплитуды этих колебаний и еще считая что при таком раскачивании длина самой пружины то есть подвеса не меняется но это будет корень из g поделить на L ну а вместо L мы поставляем L0 плюс mg поделить на k теперь я сделаю один трюк для удобства в первой формуле числитель и знаменатель умножу на g а во второй формуле числитель и знаменатель умножу на k у меня получится вот такие два очень похожих друг на друга выражения только во втором знаменателе кроме mg еще стоит второе слагаемое k L0 и отсюда следует что частота колебаний качающегося маятника всегда будет меньше частоты колебаний пружинного маятника на той же пружине а мы хотим сделать чтобы вторая частота была в два раза меньше первой ну и сразу глядя на выражение стоящие под корнем мы видим что для этого нужно чтобы k L0 было равно 3 mg ну это означает что нам нужен такой груз который растянет пружину на треть ее длины это условие было реализовано в нашей модели сейчас пружина висит в свободном состоянии а теперь я подвешиваю на нее груз и ее длина увеличивается на треть но все что было сделано до сих пор это лишь подготовительные шаги к тому чтобы показать действительно интересный и требующий объяснения опыт я растягиваю пружину отклонив груз по возможности вертикально вниз и мы видим как колебания пружинного маятника вверх-вниз переходят в раскачивание а через несколько периодов раскачивания вновь переходят вертикальные колебания и процесс повторяется правда раскачивание происходит не обязательно в той же самой плоскости и это неожиданное поведение груза на пружине нам следует объяснить посмотрев на этот опыт многие наверное сразу же скажут что это биение но это все-таки не биение и соотношение частот два к одному здесь принципиально существенно а чтобы убедиться в том что это не биение давайте посмотрим на модель этого же явления в программе живая физика отведем маятник вниз и немного в сторону и запустим его из этого положения на графике справа красным цветом показано вертикальное отклонение маятника от положения равновесия а синим его горизонтальное отклонение и мы видим что траектория маятника заполняет характерную область которую можно ограничить тремя кривыми близкими к параболам причем вершина третьей параболы совпадает с точкой равновесия маятника и груз маятника не может попасть внутрь этой третьей параболы а теперь проведем огибающие на графике отклонений по вертикали и горизонтали и видно что они совсем не похожи на синусоиды как было бы при биениях и вообще при биениях частоты различаются мало а в нашей ситуации частоты различались два раза и это различие в два раза характерно для такого явления как параметрический резонанс в этой установке имеется груз подвешенный на нити они теперь брошена через блок и с помощью ручега можно уменьшать и увеличивать длину подвеса и сам маятник колеблется на частоте 85 сотых герца а рычаг будет подергивать его на вдвое большей частоте 1,7 герца и вот мы видим как амплитуда колебаний маятника за счет таких подергиваний сокращение и удлинение нити постепенно увеличивается именно вот такое явление раскачки называется параметрическим резонансом а пружинный маятник горелика отличается от маятника с рычагом тем что в случае с рычагом энергия в колебания подкачивалась из внешнего источника тогда как в маятнике горелика внешнего источника энергии нет и энергия пружинных колебаний перекачивается в энергию поперечных колебаний и пружинные колебания при этом слабеют а поперечные усиливаются а потом процесс идет обратно и энергия поперечных колебаний перекачивается в энергию пружинных колебаний так что параметрическое взаимодействие происходит между разными степенями свободой системы а теперь прежде чем перейти к финальной части своего рассказа я хотел бы сказать вам что вы можете оказать нашему каналу финансовую поддержку в которой канал сейчас реально нуждается потому что наш основной спонсор испытывает некоторые проблемы а кроме того даже если бы этих проблем не было он хотел бы чтобы нагрузка по поддержке канала не висела на нем одном как это сделать написано под этим роликом а теперь я перехожу к рассказу о том как был изобретен маятник горелика а история здесь такая в 1931 году энрико ферми опубликовал работу в которой объяснил расщепление линий в спектре углекислого газа при комбинационном рассеянии и это объяснение было квантово-механическим и в том же году леонид исакович бандриштам на своем семинаре в лаборатории колебаний высказал предположение что все это можно объяснить и на языке классической физики квантовая механика здесь даже не обязательно а дело в том что у молекулы со 2 2 кислорода и углерод атомы вытянуты в цепочку и здесь имеется две моды колебаний одна вот такая продольная а другая поперечная и у продольной моды чистота ну примерно в два раза больше чем у поперечной и было предположение что эти моды взаимодействуют друг с другом и там же на семинаре ученик мандельштама александр вид написал все уравнения быстро и получил объяснение а второй ученик габриэль горелик намотал пружину подвесил груз в общем рассчитал все параметры конечно какие нужны и продемонстрировал это явление вот на такой простой модели это и есть история маятника а потом уже впоследствии в 50-е годы обнаружилось что эта модель работает в разных ситуациях когда система имеет две частоты одна из которых в два раза больше другой вот такая перекачка энергии например при качке кораблей есть медленная частота продольных колебаний при качке и более быстрое поперечных и вот здесь возможно перекачка энергии продольных в энергию поперечных и обратно но теперь заключительные вопросы в этот раз он будет таким если груз в начальном положении отпустить оттянув его вниз то вот это вот вырезающая парабола она будет расположена внизу если груз отвести вверх то соответствующая вырезающая парабола будет расположена вверху а что будет если я груз отведу в сторону от нейтрального положения ваше соображение на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе м м м Субтитры подогнал «Симон»